Как вы оцениваете возможность применения ядерного оружия Путина? В этой войне или, может быть, каким-то иным способом? Например, мне приходилось читать такую гипотезу, что это может быть демонстративное применение ядерного оружия, ну, скажем, над нейтральными водами где-нибудь в Черном море или в Северном море или в Балтийском море. То есть, демонстративный взрыв не удар по какой-то конкретной территории или по конкретному объекту. Но, тем не менее, шансы велики ли на ядерную эскалацию? Я считал, нет. Но я не имею доступ к секретной информации, как раньше. Я не знаю, что Путин думает. Мы уже давно не встречались. Но что я хочу сказать? Насчет стратегической ядерной атакы, я считаю, что это минимум сейчас. Это малая вероятность. С самого начала этой ужасной войны Путин намекал, что он будет что-то делать с его оружием, ядерным оружием. И это был сигнал, что нас не мешает в этой войне. Но мы сейчас знаем, что он ничего не делает, какую-то готовность, что-то новое, он ничего не делает. А потом он послал господин Медведов, господин Пешков, как вы хорошо знаете. Они объявили, что Россия будет использоваться такие стратегические ядерные оружия против нас, в первую очередь. Только если есть, как это слово на русском, existential, если есть угроза против России как страна. Ну, экзистенциональная угроза так и будет по-русски. Да, 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 спасибо, спасибо. Ну, это нет, слава богу, поэтому он не будет это использоваться. Что касается тактических ядерных оружий, о чем он все время делает какой-нибудь сигнал, что может быть использоваться, может быть нет. Я не могу знать, но что я могу сказать. Я думаю, что много делают ошибки, когда они сравнивают, когда мы, американцы, использовали такие оружия против Японии в 1945 году и сегодня. И они говорят так, ну, Путин будет делать это, а потом война заканчивается. Потому что все будут говорить, нет, 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 мы не можем воевать против России с этим оружием. Ну, это неправильная аналогия в истории, потому что в 1945 году японцы уже несколько лет воевали, несколько лет, да, сначала в Китае, потом против нас. И они уже проиграли эту войну, все это узнали. Это был просто вопрос времени. А украинцы, ну, вы знаете лучше, чем я, но у меня нет ощущения, что они готовят заканчивать эту войну, если будет какое-нибудь ядерное оружие против Львива или другой города. Наоборот, я считаю, что если Путин будет делать такой шаг, будет огромная жесткая реакция от Украины. Они не будут говорить, ну, ладно, хорошо, возьмите, что вы хотите, мы больше не будем воевать. Нет, я думаю, что реакция будет наоборот. А какая будет реакция в этом случае со стороны Запада, Соединенных Штатов и их союзников? Они не знают, поскольку мне известно, они не знают точно их реакция. Какой-нибудь реакция будет, может быть военный, неядерный, я убежден, но неядерный военный реакция может быть. И имею в виду, что это другой вопрос, о котором Путин должен думать. Сейчас это интересно и грустно для меня, честно говорю, что есть много стран в мире, которые ничего не говорят о поддержке Украины. Да, они нейтральной позиции сейчас занимаются. Ну, в первую очередь это Китай, конечно. Ну, Индия, много Ближнего Востока, Африки. Они просто говорят, что это не наша война, это европейская война, и мы не этим поддержим Украину. А если Путин будет использоваться ядерное оружие, я убежден, что эти страны, которые сейчас нейтральны, будут критиковать это. И в первую очередь Китай, потому что Китай, они против ядерного оружия вообще, и тактически они очень против, потому что у них нету это такое ядерное оружие. Китай.